Девушки отдыхают После выхода на большой экран, фильм всемирно известного российского кинорежиссера Никиты Михалкова «12» уже получил несколько престижных кинонаград. Эта картина выдвинута от России на соискание самой престижной американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм года». Представленный на награду Киноакадемии фильм «12» — это вариация на тему классической ленты «Сидни Люмита. 12 разгневанных мужчин», снята в 1957 году. Одну из главных ролей в ленте играет Сергей Маковецкий. Каждый персонаж был смоделирован заранее, говорит сам Маковецкий. Была проделана фантастическая подготовительная работа. Когда я увидел свой персонаж на мониторе, мне это понравилось. Я даже пошел на то, чтобы сбрить волосы. Своими впечатлениями от работы с Михалковым над фильмом «12» Сергей Маковецкий поделился в эксклюзивном интервью, которое вы найдете на страницах свежего номера «Чайки» — самого интеллигентного и содержательного всеамериканского журнала. Его мечтой было стать специалистом по «Дельфинам». Судьба сложилась так, что он стал культовым европейским кинорежиссером и теперь осуществляет мечты зрителей по всему миру. Неугомонный Люк Бессон, подгоняемый ветром, в котором до сих пор витает прах легендарной Жанны Д'Арк, снова идет мстить Голливуду за поруганную честь, на этот раз в ливрее сценариста и с кнутом продюсера. В новом экшене «Похищенная». Уже совсем скоро поклонники дяди Люка получат историю отцовской любви и отваги. Бывший супершпион должен вспомнить свои старые навыки, чтобы спасти любимую дочь, которая попала в лапы работорговцам. Организовал «Кинопохищение века» режиссер Пьер Моррель, который в 2004 году, опять же совместно с продюсером и сценаристом Люком Бессоном, открыл киномиру «13-й район». Выкуп «Похищенный» был назначен в размере 30 миллионов евро. Ровно столько стоил сюжет новой ленты. Оправдывает ли цель затраченное средство, можно будет сказать уже после личного знакомства с «Похищенной». Первое впечатление оставляет некоторые сомнения и вопросы, которые мешают установить личность новой ленты и понять ее сущность. Из темных подвалов киномастерских на «Свободу» похищенная вырвется 27 февраля, день выхода фильма на мировые экраны. Пришло время проверить, чем богат Голливуд сегодня. Впереди миллионы долларов и тройка лидеров американского кинопроката. Третью позицию в иерархии лидеров прошедшего кинда занимает «Спайдерик. Хроники». Это увлекательное приключение, созданное по мотивам одноименной книги Холли Блэка и Тони Диттерлицы. Герои странствуют по волшебному миру и то и дело встречают причудливых обитателей. Окунуться в завораживающую атмосферу этой сказки могут как взрослые, так и дети. Эта история никого не остает равнодушным. Универсальная симпатия к новой ленте лучшим способом была выражена в 19 миллионах долларов. Третье место. Танцевальный мастер-класс На вершину бокс-офиса телепортировался «Прыгун» — приключенческий экшен от студии «20 век Фокс» и режиссера Дуга Лимана, который знает секрет хорошего экшена. В данной ленте восхищает мгновенная смена шикарных декораций, заряженная безостановочным драйвом. Фильм телепортирует зрителя в десятки самых живописных и экзотических мест мира. В роли главного прыгуна — очаровательный Хайден Кристенсен, который в данном фильме поражает своими красивыми глазами и в то же время отсутствующим взглядом. Играет он лениво, зато прыгает очень бодро. За свои выдающиеся достижения «Прыгун» награждается золотой медалью. Первое место и 27 миллионов долларов за премьерный уикенд. Превратить ваш отдых в настоящее искусство поможет наша афиша. Бруклинская музыкальная академия представляет с 27 февраля по 2 марта. Прима-балерина Большого театра. Главная гостья — театр американского балета Нина Ананиашвили. О ней часто говорят, как о самой талантливой танцовщице своего времени. Прима-балерина Нина Ананиашвили вместе с государственным балетом Грузии исполнит на сцене произведения Юрия Посохова, Джорджа Баланчинан, а также две нью-йоркские премьеры. От Алексея Ратманского. Приобрести билеты вы можете в Бруклинской музыкальной академии, позвонив по телефону 718-636-4100. Либо посетив сайт bam.org. Цена билетов — 20 долларов и выше. Не пропустите. С 28 февраля по 2 марта. Выступление Нины Ананиашвили в Бруклинской музыкальной академии. В прошлой программе мы спрашивали, какой художник является автором первых афиш, представляющих знаменитая кабаре Мулен Руш. Правильный ответ — Анри де Тулуз Латрык. Сегодня у нас на кону 4 приза, которые ждут своих счастливых обладателей. Чтобы стать одним из них, от вас всего лишь потребуется ответить на вопрос, который вам задаст в конце программы Татьяна Базар, одна из наших предыдущих победительниц, получившая за свою активность два билета на концерт группы «Ленинград». Второй подарок сегодня предназначен для тех, кто готов к экспериментам, в том числе и музыкальным. Следующему победителю достанутся два билета на выступление экстремального бандформирования «Ленинград» в концертном зале в Эпстер-Холл 2 марта. За 11 лет существования группа «Ленинград» своим яростным весельем сумела взорвать музыкальный формат и без видимых усилий создать себе культовый статус. Провокационные песни, грубый звук серф-гитары в перемешку с разгулявшимся духовым оркестром нашли невероятное количество поклонников. Не пропустите! 2 марта в концертном зале в Эпстер-Холл музыкальное нашествие группировки «Ленинград». Подробности и заказ билетов на сайте medpo.com. Третий наш подарок для тех, кто умеет ловко уворачиваться от неожиданных ударов судьбы и для тех, кто любит погорячее и не боится атаковать. Это два билета на беспрецедентный бой. «Готэнбоксинг» и «Бэшбоксинг» представляют 28 февраля в 7 часов вечера в Рослэнд Болрум надежда русскоязычной общины Дмитрий звезда Давида Солита, продолжая свой путь к званию чемпиона мира по боксу. Дима – чемпион Северной Америки и Третьем мировом рейтинге. Его рекорд – 27 побед, 0 поражений и 15 нокаутов. Также в этот вечер на ринге вы увидите бой чемпиона мира Дмитрия Кириллова. Не пропустите! Множество известных боксеров, 10 боев и все это в один вечер 28 февраля в 7 часов в Рослэнд Болрум по адресу 239 Бест 52 улица. Заказывайте билеты по телефону 212-755-1944 или на сайте solidotickets.com И, наконец, последний приз сегодня – это два билета на выступления примы-балерины Большого театра Нины Ананиашвили вместе с Государственным балетом Грузии в Бруклинской музыкальной академии. Итак, пришло время задать вопрос, ответ на который решит судьбу четырех подарков. Сегодня это сделает одна из наших победительниц – Татьяна Базар. Внимание, категория нокдаун. Оказывается, золушки бывают не только в сказках, но и, что удивительно, в боксе. Реальный пример превращения на ринге был перенесен на большой экран режиссером Роном Ховарда. Его мелодрама «Синдерелла Мэн» с Рассулом Кроу в главной роли рассказывает правдивую историю известного боксера, любимца публики конца 20-х годов под кличкой «Золушка». Ее боксер получил после своего феноменального возрождения в 1934 году, когда со дна нью-йоркских трущоб ему удалось подняться на самую вершину славы и достатка. Внимание, вопрос. О каком известном боксере-тяжеловесе по кличке «Золушка» идет речь в одноименном фильме Рона Ховарда. Удачи! Варианты ответа. Арт Ласкин, Карн Гриффин, Джон Льюис, Джеймс Брэдок. Не теряя ни секунды, звоните по телефону 646-292-0208. Или присылайте свои ответы, имя и контактную информацию на наш электронный адрес. Арт-навигатор собака.artvii.com Напоминаю, сегодня у нас на кону целых четыре подарка. Не упустите шанс получить один из них. Поторопитесь и удачи! На сегодня новостей больше нет. Не пропустите следующий выпуск программы Арт-навигатор, в котором мы подведем итоги боя года в супертяжелом весе между действующим чемпионом по версии WBO, россиянином Султаном Ибрагимовым и обладателем титула IBF в этом же весе Владимиром Кличком. Будьте в курсе всего самого интересного вместе с программой Арт-навигатор. Активных вам выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!